И снова всем welcome, это снова я, Дэн Джи Пи. Сегодня у нас хорошая погода. Мы находимся вот в парке. Решал не могу поснимать видосик про сервисы и вообще услуги в Японии. Что вообще есть в Японии, сколько это стоит. Ну и начнем с таких самых простых. Например, постричься. Самое дешевое, какое можно найти. Я видел за 1000 йен. Это для мужчин стрижка обычная. Но если вам нужен, например, барбершоп хороший, где люди профессионально стригут, там уже будет стоить около 5000 йен минимум. Ну это в Токио. Если где-нибудь в провинции, то где-то 4-4 тысячи йен можно найти. Для женщин чуть подороже обычно идет. Можно найти где-то за 2-3 тысячи. Это обычная стрижка и где-то около 3-5 тысяч. Это постричься. Плюс, например, укладка какая-то небольшая. Если же вам нужно там покрасить волосы, дополнительно еще где-то 5000 будет стоить. Ну и там полностью, например, какой-то стиль поменять или там сделать укладку там на постоянку или там на сколько-то недель, месяцев там как можно, то это уже где-то от 10 до 15 тысяч, в зависимости от места где-то все происходит. Что касается, к примеру, вот тех же самых полей, там для отдыха, там барбекю или еще что-то. Если вы, например, живете где-то в Токио, то там обычно все места где-то на крышах расположены, либо в каких-то специальных отведенных зонах. Это дело стоит примерно по 3-5 тысяч йен с человека. И в зависимости от того, есть ли там курсы. Обычно в эту цену включено и мясо, и они предоставляют оборудование, и все-все-все. То есть вы можете спокойно заплатить просто и попробовать там это пожарить мясо. Вот, к примеру, мы были в этом Якугаме, там где Red Bricks склад находится, где постоянно эти октябрь фесты проходят, там рядом у них есть этот самый барбеки-площадка прямо на берегу. И за типа за 5 тысяч йен можно там вместе с мясом все полностью купить. А есть места, где вы приходите со своим оборудованием и со своим мясом, и там платите только за место где-то около 1000 йен с человека. Вот здесь, в Канагаве, есть такие места. Далее, что касается, например, аренды полей. Вот, например, вы хотели сыграть в футбол или в какой-нибудь баскетбол, либо в бейсбейсбол. Начнем с футбола. Самый популярный в Японии это мини-футбол. Мини-футбол, он, есть, ну, поля такие есть открытые, вот как, например, где-то стадион, там разделен на несколько мини-полей, либо закрытые, он как бы в таком порте или там в каком-то, как он называется, спортивном центре находится. Так, ну, неважно, но в целом цена примерно одна. Где-то от 10 до 15 тысяч йен стоит поле. Арендовать. Насколько по времени, это зависит от места. Обычно там где-то на час, на два, но бывает и больше. Можно, ну, как бы найти прям вообще дешево. Там не в зависимости от количества человек, сколько у вас будет, это просто зависит от того, насколько времени вы берете. Если же вы хотите поиграть в бейсбол, например, то бейсбольное поле обычно арендуется, ну, на команду там, и с каждого человека там взимается плата около 1200 в час. То есть, обычно, если игра идет где-то 2-3 часа, там, в зависимости от, что у вас там вообще, чемпионат или вы просто дружески там играете друг с другом. Ну, где-то в районе 3-4 тысячи человека вы заплатите за аренду. Плюс оборудование свое, конечно, должно быть и биты, и перчатки, и шлемы, и все, все, ботинки, все должно свое быть. Что касается, к примеру, вот на мотоциклах вы хотите покататься где-нибудь на треке MotoGP, к примеру, или еще где-то. Ну, вот мы были в Чибе, я вот видео тоже снимал про мототрек. Так, там, мототрек, ну, достаточно такой большой, профессиональный. Там у них как сделано? Сначала нужно заплатить за регистрацию. Это примерно 10 тысяч йен за регистрацию. То, что у вас там, ну, как бы добавят в список участников. Потом, это разовое делается. То есть, потом вы приезжаете уже, вы являетесь членом этого, как бы, клуба, мототрека, и вы приезжаете туда, заплатите уже за гонки. Каждая гонка стоит примерно от трех до четырех тысяч йен. Ну, бывает здесь за пять, там, где-то так. Там около трех-четырех кругов. В районе 30 минут это все длится. И вы вот платите и можете гонять там со всеми вместе. Такого плана. То есть, в районе, ну, 15-20 тысяч в день вы потратите на это. Что касается, к примеру, гольфа. Если вы любите в гольф поиграть или хотите где-то потренироваться. Есть тренировочные поля небольшие. Там можно потренироваться где-то за 10-12 тысяч йен. Это так. Но есть, ну, поля таки побольше. Там, например, вы пришли там поиграть. Там одну-две, там, как сказать, игры. То там уже нужно, во-первых, стать членом этого клуба обязательно. И без этого вас туда просто не пустят. Регистрация, опять же, стоит там от 10 до 20 тысяч йен. В зависимости от клуба. Плюс, вдобавок, у вас должна быть своя экипировка. Либо арендовать. И заплатить еще в день обычно платится за аренду какого-то поля. От 10 до 20 тысяч йен. Где-то так платится. То есть примерно выйдет поиграть. Просто потренироваться где-то 10-20. А если вы хотите там уже профессионально заниматься. Ну, это очень дорогой вид спорта. И сразу нужно готовить приличные суммы. Ну, кстати, вот, возможно, кто-то спросит, а сколько это в рублях. Вот сейчас по курсу просто на два можете делить и будет в рублях. Все просто. Да. Так, теперь, что касается автомобилей. Ну, к примеру, вот самый такой, этот самый популярный сервис для автомобилей. Это мойка машин. Мойка машин стоит от... Ну, если автоматически от полутора до трех тысяч. Это если вам нужен шампунь, там это где-то за три тысячи вам помоет. Вместе с полировкой там она будет. А если вы без этого, то где-то за полторы, за две тысячи можно уложиться. Просто помыть машину. Если же вы вручную хотите помыть машину, то вручную будет стоить где-то от 700 до полутора тысяч. 700 это просто водой. Если у вас свой шампунь. А если вы хотите там и шампунем пользоваться на мойке, то это где-то полторы-две тысячи будет выходить. Обычная мойка. Да. Ну, некоторые, кстати, эти сервисы... Вот, например, я когда приезжаю на небольшое там обслуживание, техобслуживание, или просто проверить автомобиль, там, техническое состояние. Вот в Toyota Center, в Wains или любой другой. Обычно, когда они берут машину на проверку, независимо от того, ну, типа грязная она или там чистая, или там просили вы помыть, не просили. Обычно они всегда моют и снаружи, и снутри, и отдают чистую машину после этого, после этой проверки. Поэтому тоже иногда можно сэкономить на мойке машин, если вам нужно куда-нибудь приехать, там, на проверку автомобиля в центр. Вы просто приезжаете, и вам там ее помоют бесплатно. Это не входит в стоимость вообще никак. То есть, это просто услуги сервиса. Что еще можно порекомендовать? А, ну вот вы, допустим, хотите побегать там где-то, к примеру. Обычно стадионы, если вы там на беговую дорожку хотите, где со временем, со всем. То есть, стадион обычно там не очень дорого стоит, можно, ну, около там 2-3 тысячи заплатить, и там хоть весь день бегаете там. Но если вы, к примеру, хотите войти в какой-нибудь спортцентр, вот, есть тут много бассейнов, или просто спортцентров, или тренажерок. Тренажерок, тренажерный зал обычно стоит абонемент там месячный около 10-15 тысяч йен. Опять же, зависит от того, сколько дней в неделю вы можете ходить туда. И, опять же, зависит от того, какие еще дополнительные услуги у этого тренажерного зала вы можете попробовать. Ну, к примеру, если вы пошли туда просто, ну, позаниматься на тренажерах, то это, ну, там недорого будет стоить. Но если тренажерный зал имеет для себя, например, сауну, там, бассейн, еще какие-то вещи, то это будет стоить уже чуть-чуть подороже. Бассейн, если сам по себе просто есть бассейны, они стоят от 10 до 15 тысяч, это один-два раза в неделю можно ходить туда спокойно. Есть бассейны, которые стоят, ну, чуть-чуть подороже, ну, а у них уже, например, будет там сауна, какие-то там еще массажные кресла и еще что-то. То есть там может стоить от 20 уже до 30 тысяч в месяц абонемент, но зато там полный комплекс, то есть вы можете спокойно там отдыхать, как бы приходить и плавать, и, то есть, да, очень удобно. Да, в принципе, все, наверное, да, из-за таких основных вещей, сервисов тут в Японии. Конечно, есть еще там всякие там сервисы, услуга по уходу за животными, за домашними, там, отели для животных, их там, к примеру, там, тренировки, парикмахерские для них тоже куча всего. Но я, у меня нет животных здесь, я не могу сказать точной цены и отелей, и каких-то услуг. Вот, но вообще сами по себе питомцы очень дорого в Японии стоят, там, от 120 до 300 тысяч иен. Это очень такие неплохие деньги. Поэтому, я не знаю, если честно, я бы, пока я не заведу здесь питомца, я вам не скажу ничего. Все, в принципе, такое вот небольшое видео. Такой вот видос, надеюсь, вам понравилось, если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Ну и же нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я публикую все изменения о канале и новые видео. Ну и в связи с последними новостями, скорее всего, Ютуб будет там как-то опять ужимать, может быть, скорость или вообще заблокируют, я не знаю. Я планирую переходить в Яндекс.Дзен и ВК-Видео. Также, может, Рутюб. Ну, я думаю, в ближайшее время я сообщу в Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, там будут все ссылки и на эти ссылки можете перейти и подписаться уже на новых платформах. Ну все, до новых встреч, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok